У российских депутатов Государственной Думы появилась новая, как им кажется, гениальная идея. Раз уж они отняли пенсии у людей с 55 или 60 лет, соответственно, женщин и мужчин, то зато они могут этим же людям, которых сами только что ограбили, помочь. А помогут они им очень своеобразно. Они принимают решение о том, что люди предпенсионного возраста, лишенные, повторяю, ими же депутатами пенсии, получают теперь право требовать алиментов со своих детей. То есть, мало того, что мы сначала наказали людей старшего возраста, теперь правительство, чиновники, депутаты, администрация президента, Кремль, они думают, как бы все-таки компенсировать это ужасное действие, и решили, давайте накажем еще и детей, давайте сделаем так, чтобы еще и младшему поколению было хуже, давайте постараемся сделать так, чтобы людей, пострадавших от нашей реформы, становилось каждым днем все больше и больше и больше и больше. Ясная модель – это попытка еще, помимо прочего, поссорить мир в свое поколение, чтобы старшие претендовали на деньги младших, младшие уклонялись, будут конфликты, взаимные обиды. Вообще-то говоря, в России люди мало кому доверяют. Если кто-то кому-то доверяет, то, как правило, доверяют еще только в семье. Семья – это последний осколок доверия в российском обществе. И вот сейчас правящие круги очень осознанно, очень разумно и последовательно стараются разбить последний осколок доверия в обществе. То есть полностью людей разобщить, разделить, превратить в какую-то бессмысленную атомизированную массу. Получится ли? Боюсь, что нет. Кстати говоря, семья, скорее всего, выдержит этот наезд. И более того, реакция будет обратной. Мы еще лучше понимаем теперь, кто вы такие. Но самое главное, конечно, что за всеми этими удивительными решениями стоит определенная логика. И логика эта выражена известной формулой, более абстрактной. А именно, государство не просило вас рожать. А по большому счету, государство вам вообще ничего не должно. Вы должны государство. У государства перед поданными нет никаких обязательств. Никаких социальных обязательств. Никаких обязательств гражданских, политических. У начальства перед нами нет. Мы – это просто пыль под их ногами. Ну, или ресурс, который можно использовать. Дадим мы себя использовать как ресурс? Пока даем. Как долго? Любой ресурс рано или поздно кончается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok